Правильное паломничество Афонский Паисий Говорил, что полезно паломничество Прежде всего для преодоления уныния С этим солидарная и народная пословица Последних времен Что хандра русская И какая-то печаль Или депрессия Имеет три способа врачевания Шереметьево, Внуково и Домодедово То есть где-нибудь стартовать Куда-нибудь из этих подмосковных площадок Непременно тебя развлечет Непременно поможет Эту самую русскую хандру подразогнать И видите, отчасти Старец Паисий с этим согласен Говоря о том, что паломничество хорошо от вот такого духовного застоя Все-таки это тоже путешествие В нем очень трудно сохранить ту же собранность Как в какой ты можешь пребывать в своей келье При твоей уже налаженной земной жизни Быть и христианском Там тебя ждут непредвиденные встречи Там тебя ждут Какие-то неустроенности Иногда в еде Иногда в ночлеге Когда сорвайся место При всей предусмотрительности И букинги Теперь прикрытым для наших соотечественников А точнее сказать, замененным На какой-то еще более удобный способ Специалист или интересующийся без меня узнает Но, тем не менее, все соломки подложить Никогда не удается при дальних путешествиях Что же делать прекрасным паломничество Тогда как оно тоже сопряжено с передвижениями Иногда гораздо менее благоустроенными Чем наш светский туризм Конечно же, это стремление к святыне И наше движение вверх по жизни Наше устремление к Господу В определенных условиях По горизонтали Также может достигаться То есть горизонталь я называю Передвижение по нашей матушке Земле По планете Земля Но только в данном случае Эта горизонталь Также внутренне направлена По вертикали вверх Мы едем в обители Где подвязался преподобный Серафим Саровский Александр Свирский С очень ясными намерениями Оптинские старцы Помолиться перед их святыми мощами Войти в те храмы Которые ими созидались Которых они молились Умыться водой из источников Некогда ими благословленных Это все отражение Устремление человеку К приобретению Не столько разнообразных впечатлений Сколько духовной пользы Просвещение самого себя Силой той благодати Которая пребывает С этими материальными Средостениями божественных энергий Святынями, иконами Святыми мощами Храмами Которые как раз и могут находиться В этих самых отдаленных местах Нашего паломничества Надо не забывать Что все это Имеет особую сфокусированность В христианском богослужении Конечно и своими словами Молясь перед мощами Святых угодников Мы обретаем пользу В глубине души своей Обращаясь к Богу В присутствии его великих святых Или святынь Мы не остаемся без духовного приращения Но во всей полноте Благодать Божия посещает нашу душу При посещении святых мест Тогда, когда мы участвуем Там в богослужении Я сподобился служить В смятых местах И нашего подвига Вышинского Феофана На Свято-Успенском женском монастыре На дальнем крае шатской земли Нашей Рязанской области В некоторых других местах Где общецерковные Прибывают святыни Меня удивляло то, что некоторые люди Предпринимающие такие далекие экспедиции С духовными целями Не стремились участвовать в богослужении И это, по-моему, как раз Существенный недостаток Паломнических замыслов Мы там побудем Там посмотрим Там послушаем Это, конечно, будет неплохо Увезем оттуда Кто иконочку Кто чёточки Кто земельку Кто водичку А вот полнота Дарования Божьего В участии Божественной литургии Как-то пренебрегаются На мой взгляд Как раз Мы для того и едем На Святую Землю Чтобы не только Потоптать её своими стопами И поклониться Камню помазания Озеру На котором Над которым Звучало Слово Божье И на горной проповедь Не только Пройтись По Виа Делороса Путью крестных Страданий Господа Но Первое Главное Кажется Упование Это На Благодать Христово Воскресения На Эту Силу Пасхальную Господню Которую Приобретает Человек Православный Принимая Участие В Божественной Литургии На самом Гробе Господнем Или Поблизости От него В нашей Русской Миссии В наших Монастырях Православных Которые Находятся На Святой Земле Именно Литургия На Святой Земле Делает Нас Причастниками Тела и Крови Господней С Особым Глубоким Ощущением Потрясением В подлинности Происходящего Нашего Единения С нашим Спасителем Так что Кроме Вот этих Добрых Настроев Молиться Поклониться Сохранить И приумножить Своё Молитвенное Расположение Поэтому Часто Как раз Во время Самого Путешествия Паломники Берут Для себя В общем С большим Водушевлением Какие-то Молитвенные Задачи Читают Акафисты Стараются Нерассеянно Произносить Молитву Иисусова В течение Своего Странствия Но Всё-таки Целью Всего Этого Молитвенного Приуготовления Является Причащение Святых Таин На Святых Местах Которым Влечёт Нас Этот Паломнический Дух Паломничества Регулярно Совершаемые Делают Человека Уже Каким-то Более Опытным Они Бывают Уже Когда Чуть Более Продолжительные Сопряжены И С возможностью Потрудиться Как Там Пример Показывали Сами Святые Отцы Они Не только Пребывая В непрестанной Молитве Считали Необходимым Для христианина И не Засиживаться То есть Сам Физический Труд Также Входит В число Полезнейших Дополнений Для Благодатного Паломчества Запряжено С некоторой Помощью Бывает Святым Местам Хорошо Не забывать Что Поданные Записочки Поставленные Свечки Приобретенные В этих Местах Являются Жертвой На которой Основывается И какое-то Материальное Относительное Благополучие Этих Святых Мест Поэтому Хорошо Паломнику Задумывать По мере Своих Возможностей И на двух Лептах Вдовицы Которые Вносятся Не за Ночлег И питание Где у вас тут Сколько стоит у вас Переночевать И сколько стоит у вас Откушать Как правило В монастырях С просвещенными Наставниками Эти Вопросы Не Предлагаются Какому-то Коммерческому Обслуживанию А Доверяются Делу Добровольного Пожертвования Хорошо Не забывать Что Нелегко И Всякому Настоятелю Или Священнослужителю Или матушкам Оказывающим Совершающим Своё служение На святом месте Куда Направляются Паломники Поддерживать Восстанавливать Очень часто Прежде Разрушенную Красоту И благоустройство Этого храма Обители Совершать Попечение О людях Которые Иногда Очень В большом Количестве Приходят Для поклонения И Для Поддержания И совершения Богослужения Что тоже Требует И веществ Определенных И Хоры И Иконописцев Всё это Осуществляется За счёт Подаяния Добровольной Милостыни Которую Вносят Православные Христиане Так что Из-за этих Составляющих Мне кажется Мы можем Представить Для себя Максимальную Пользу Духовную От Паломчества Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Духовную 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 Продолжение следует...